Купили всего по чуть-чуть, ребята, а получилось много, как бы не очень всего много. Привет, бабки! Привет! Всем привет! Всем привет! Это мы с рынка идем. Я вам покажу, ставлю видео, ребята, что мы покупали на рынке. Раньше огороды лились с огорода. Да, и взяли, причем еще такой укроп для засолки, да? Да, да. Для засолки огурцов. Да, потому что такие огурцы стоят свежие 10 злотых за килограмм, это 100 гривен получается за килограмм, или делим на 5, получаем цену в евро. А то мы свали их по-своему. Да, а малосонные стоят 20 с лишним злотых, то есть 2 раза с половиной и даже 30 злотых, поэтому мы засаливаем сами. По-своему вкусу. По-своему вкусу, да. С чесночком, с укропчиком, в баночку, и на следующий день они уже готовы и вкуснейшие. Вот, такие дела. Всем желаю хорошего дня, отличного настроения, мира и добра, и крепкого здоровья. А вот такие гортензии сзади меня, смотрите, какие красавицы. Хотела сказать, как я. Сегодня продавцов не очень много как-то на рынке, да? И покупателей, и ассортимент не очень большой. Несколько всего лишь работают людей, продавцов. Это шкаф опять дальше. Ой, тут посмотрите, какая громадная капуста, стоит 10 злотых, любая. Вот моя рука, к примеру, да? Тут килограмм, наверное, 5 или 6, если не больше. Сельдерей какой огромный. Морковка по 8 злотых. Свекла с ботвой продают здесь и готовят. Видимо, добавляют листочки зеленые. Шпинат. Шпинат. Салатка по 4. Салат, значит, редиска по 3. Посолка по 30 злотых килограмм. Перец очень красивый. Вот тут мне нравится длинненький красный. Красота какая. Огурчики по 12. Чеснок супер. Мам, посмотри, какой красивый. Сколько такой стоит? 3 злотых. Это что, 3 злотых один? Одна штучка. Один. Ну, очень красивый вообще такой, прям огромадный. Супер. Трускавка, клубничка по 22. Черешня красивая по 20. Грушки по 15. Абрикоски по 25. Грушки по 15. Яблочки по 8 злотых. Цену в евро узнаем, делим на 5. Гривна. Умножаем на 10. И ананасы какие красивые. Ну, в общем, у каждого продавца свои цены. Бобы по 15 крупные. По 20 крупненько. Сейчас вам надо посмотреть. 20 злотых черешня. Ой, помидорки есть по 5 злотых. По 4 злотых черточки, смотри. По 4 злотых картошка молодая. И по 3 старая картошка. Это 40 гривен. Или делим на 5, получаем цену 0 евро. Клубничка 16 злотых по килограмм. Зелень любая 2,50, да? Ну, в этом круге он поднялся. Петрушка, укроп. Хорошие пучки. Лук. Да, то же самое, по 2,50 все. Цветная капуста очень красивая. Очень вкусный магазинчик. Понравилось одно пирожное, которое называется Брауни. Сейчас девушка нам положит, я вам покажу. Цена за одно пирожное 7,50. 5,50 злотых. Это 55 гривен или 1 евро. Вот 7,50. Это полтора евро получается. Вот такие очень вкусные пироженки. Эклеры 49 за килограмм. Порзиночки. Идем с рынка, увидела такую красоту возле дома. Видите, высажено? Как красиво. На окошках красиво. Какие красивые клумбочки. Какие розочки маленькие. Мама вчера была на собрании Польша-Крака. Вы рассказывали про украинских нас, переселенцев. У кого теперь сняты льготы за проживание. Я работающий человек, без инвалидностей. И поэтому я плачу ежемесячно 60 злотых в день за проживание. Пенсионеры, женщины с 60 лет и мужчины, пенсионеры с 65 лет, не оплачивают свое проживание. А теперь инвалиды. По поводу инвалидов мама расскажет. По поводу инвалидов. Инвалиды, которые имеют первую, вторую группу. Дети или взрослые? Взрослые, детишки. Не оплачивают, но имеют подтверждение польской инвалидности. Мамы, которые беременны, женщины вернее, которые беременны, не оплачивают и до года не оплачивают. А потом уже с детишками после года оплачивают 15 злотых за сутки. За проживание. За проживание. Это в местах коллективного проживания в Польше. Мы проживаем в местах коллективного проживания в Польше. По поводу частного проживания, там немножко по-другому. Поэтому надо узнавать. Да, мы не знаем. А это свежая информация, которую вчера получили. Конечно, все очень расстроены, потому что нужно платить. Но мамы с детьми, они имеют ежемесячное пособие на детей. 500 злотых на ребенка было, а сейчас 800 злотых на ребенка. Пенсионеры не имеют, мы не имеем. Да, пенсионеры не имеют никакого материального пособия. И я, как работающий гражданин, украинский переселенец, живущий временно в Польше, тоже не имею никаких, и как и все мы, никаких материальных допомог, скажем так. Доплата. Доплата, да, никаких. Вот то, что я заработаю, то и наше. Если я не смогу работать, значит, я не смогу жить на территории Польши, потому что мне нечем будет платить за жилье. Жилье очень дорого. Да. Мама идет рассказывать, говорит, как хорошо, говорит, сними мои кроссовки. Вот вы знаете, дочь мне по осени... Сейчас, ребята, подождите, разверну камеру по-другому. Сними мои кроссовки, мама идет, говорит, сними мои кроссовки, что-то расскажу. Вот экономили на продукции по осени, но дочь сказала, давай тебе купим кожаные кроссовки. И купила кожаные кроссовки у меня. Как у них тепло, как удобно и тепло. Потому что сейчас похолодало, 15 градусов днем, это второй день так холодно в Кракове. Да, а в чем бы ты шла, да, получается? Да, ножка спит и греет. У мамы просто непростая нога, она широкая, да, мам? И ноги болят. Ну, уже возрастное. Да, если ты на каких каблуках ходила в молодости? Ой, на очень высоких ходила. Да, то сейчас уже не до каблуков. Я сама не до каблуков, а ты так тем более. Тепло и удобно. Ну, слава богу, угодили тебе, да, мама? Да. Тепло и удобно. Спасибо, дочь тебе. Смотрите, как все хорошо тепло оделись. Ну, хочу сказать, кстати, сейчас потеплело. Уже куртки свои расстегивают люди. Немножко потеплело, потому что завтра будет вообще 22 градуса, видите? Смотрите, какая красота вдоль дорог, ребята. Да, мам? Да. Тебе нравится? Очень красиво, очень. Мама рассуждает, ребята, что ты хотела сказать. Ехали сейчас автобусом. Очень хорошо водитель вез, очень хорошо управлял автобусом. Да, потому что не все водители хорошо, аккуратно ведут автобусы. Очень многие дергают так, что люди летят от задней двери к передней. Очень многие жмут на тормоза резко и едут плохо. А это и внешне приятно, я сказала дочери, подчеркнула. И очень хорошо вел автобус. Да, мы ему показали класс, но он заулыбался. Ой, ребята, всем привет. Иду на работу. Снова у нас сегодня холодно. 15 градусов тепла всего. Днем. А утром 10. Зима, наверное, возвращается. Вместо лета. Всем хорошего дня или вечера. Еще дождик моросит отличного настроения. Мира добра, всего самого доброго. Люблю вас, обнимаю. Такая у нас сегодня погода. Дождь. Днем 15 градусов. Это четверг, 13 июня. Польша, Краков. А утром 10 градусов, все тепло одеты. Но через день уже будет 22, а потом 26. На следующей неделе 31. Вот такие перепады огромнейшие. Субтитры сделал DimaTorzok. Вот такую красоту мы принесли из базара. Огурчики купили вот такие молоденькие. Почем они по 13, по-моему, а по 10 злотых это 100 гривен или делим на 5 ценов в евро получаем. Помидорки. А помидоры почем? Так, не помню, ребята, что-то в таких же пределах. Чеснок по 2,50 молодой, такой крупный, за одну штуку. И лук молодой 2,50 злотых. 2,50 злотых груши. Я сам достану, покажу. Четыре штучки. 2,50 или 25 гривен. И купили вот такой вот молодой укроп для засолки. Молодой с такими вот семечками, еще не вполне сформировавшимся зонтиком. По 2,50 и такой вот укроп купили за 2,50. Эти зонтики пойдут на засолку. Мама сделает маринованные огурчики, так как мне некогда. И еще бросит туда в баночку пару помидорчиков. И еще купили клубнику и малинки немножко. Малина совсем немного, 7 злотых, там грамм, наверное, на 250. Была и клубника по 16 злотых. Что-то она снова подорожала. А то было 13, уже снова 16. Такая вот баночка. Да, похолодало у нас, и, видимо, цена поднялась из-за этого. Вот такие вкусняшки у нас. Почитала ты щитовидки мои, что нужно? Нужно есть чеснок, все растительные, все, что растет. Каждый день нежирные молочные продукты, нежирное мясо. И главное, что рыба. Рыба красная. Тут, кстати, красная рыба не очень дорогая. Она практически по цене мяса стоит, поэтому я вот еще и думала, почему мне так лосось нравится, что я бы его не ела, даже глотала. Но, видимо, организм знает, что ему необходимо. Вот такой сегодня у нас вкусный обед с мамой. Отварили молодую картошку. Яйцо отварила. Сосиски, вернее, сардельки были. Ой, сосиски. Детские, наверное. Яйцо отварила. Очень полезно все это для организма. Молодой укропчик вот присыпала. И сделала салатик из свежих овощей. Здесь молодая капуточка. Перчик молодой. Помидор черри. Ой, шкурка вот это ровалась. Помидор обычный. Огурец, чеснок и укроп. Всем приятного аппетита. Не забывайте ставить ваши лайки. Подписываться на канал. Писать комментарии. Всем приятного аппетита, кто кушает. Так, а здесь у нас сегодня же мы купили на рынке помидоры и огурцы, как вы поняли. И укроп, вот все это. И на скорую руку сделали маринованные помидорчики и огурчики. В прошлый раз столовая ложка соли была на литр воды. В этот раз пол столовой ложки, чтобы не такие соленые. Тут вверху три помидорки черри. Такие они сладенькие, сладенькие. Не захотелось для разнообразия. Значит, пол столовой ложки соли растворяем в воде. Далее на дно баночки укладываем укроп, чеснок. Можно слоями переложить. Лавровый лист по желанию, я не ложу. Перец, кто хочет, да. Можно там перец комбинировать с разными овощами. Если хотите классическое, то пожалуйста. Только огурчики. Если только помидоры, то только помидоры. И точно так же по такой же системе сделали помидоры. Но здесь немножко больше соли. Столовую ложку почти положила. Потому что они более толстокожие. И дольше засаливаются. И на следующий день уже будут огурцы готовы. Можно кушать и в холодное место переставляем. А помидорки, может, два дня будут мариноваться. Можно их вилочкой проколоть. Но мы не прокалываем, чтобы быстрее засолились. Вот такая вкусняшка у нас будет. Если купить это все маринованное, оно намного дороже. Поэтому покупаем обычные огурцы и помидоры. В баночку положили. На теплое, на окошко поставили в теплое место. Оно быстренько запродит у вас только. Смотрите, будет вода через край переливаться. Можно подставить какую-то тарелочку или блюдце. А из этой вкусняшки у нас будет комфорт. Хочется хотя бы из килограмма сварить варенье. Из килограмма ягод. Ну, чтобы на сейчас потихоньку вместо конфет. Будет очень вкусно. И укроп оставшийся положили на окно. Он повянет. Я не отрываю вот эти хвостики. Вот эти вот все палочки. Потому что в них для меня как раз этот весь вкус. Точно так, когда я с огородой смородину сушила, я не отрывала веточки. Я прямо с веточками листочки засушивала и в чай добавляла. Летом можно сушить все подряд. Листья вишни, листья смородины, если вы дома живете. Все фруктовое, лиственное. Все можно засушивать. И зимой из этого всего пить чай. Я мяту сушила. Из мяты пила чай. Мелиссу. Смородиновые листочки и веточки. В общем, у меня сушилось все. И все шло зимой в ход. Малина, кстати, очень вкусная. И у хубничка тоже. Она на вид как бы не очень, но сладенькая. Вот такой красивый у меня компотик получается. Смотрите, ребята, здесь я, сюда я добавила, значит, персик, клубнику. Даже крупную перерезала пополам, чтобы более насыщенный получился. Понимаю, что разварится, но все-таки. И здесь еще и малина. Я добавила в кипящую воду, сахар по вкусу и вкуснота. Варится недолго. Минут 5. Я думаю, 10 максимум. Вполне достаточно. Я на глаз варю. Это потом мы перельем, он остынет. В бутылочке и в холодное место поставим. В холодильник. Раньше покупала вот эти вот напитки. После того, как посмотрела на состояние здоровья, лучше пить из всего натурального, тем более сейчас лето. Компоты. Это не трудно. Сварил 5 минут и компотик готов. Можно брать с собой и на работу, и куда угодно, и дома. И снова жара наступит. Будет то, что надо. И не вымывается кальций при этом. Потому что, когда мы пьем напитки, кальций из организма, сейчас огонь прикручу, вымывается. Добавила сахар. Сахар недешевый, ребята. За 6 злотых 50 грош. И вот такой вот сегодня купили. Польский цукер. Цукер белый. И сахара надо немало на компотик. Тут у меня много воды. Это большая кастрюля. Поэтому будет и компотика немало. Но, честно говоря, если покупать напиток, он тоже стоит не дешево.